Hello, hello! Приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary, где я записываю для вас видео-уроки, если вы начинающие, если вы только начинаете учить английский язык или застряли на уровне Elementary, то есть не можете никак выйти хоть к какому-то подобию свободного использования английского языка. И я для вас придумала вот такой интересный плейлист «Разбор английских диалогов для новичков». В этих диалогах, в принципе, достаточно лексического запаса, достаточно фраз, чтобы вы уже могли повести беседу на английском языке, потому что очень большая вероятность, что носители языка в своей обычной речи будут пользоваться теми же самыми словами и выражениями. Поэтому эти диалоги я рекомендую даже для тех, кто уже находится на уровне Intermediate, но по словарю и грамматике, а речь при этом у человека не очень хорошо поставлена. Ну что ж, если вы готовы, то давайте сегодня поработаем 56-й диалог «Что же я для вас приготовила?». Диалог называется «We can't afford this house». Мы не можем позволить себе этот дом. Давайте сперва прослушаем диалог, как его для вас прочитают дикторы. Вы постарайтесь хоть что-то там понять с опорой на текст, который вы видите, и на слова, которые я для вас привела в качестве списка новых слов. Ну давайте, в общем, слушаем, а потом разбираем. «We can't afford this house». Are you sure? We will be house rich, but cash poor. What do you mean? Our monthly payments will be too high. We won't have any money for other things? No, we won't have money for gas or food. We'll be eating peanut butter sandwiches? Without the peanut butter. That's no good. We have to find a cheaper house. Of course, we can't live without gas or peanut butter. Итак, теперь смотрим. Давайте я прочитаю, переведу этот диалог по ролям. We can't afford this house. Мы не можем позволить себе этот дом. Are you sure? Ты уверен или ты уверена? We will be house rich, but cash poor. Но ведь мы тогда будем с богатым домом, но при этом с пустыми карманами. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Our monthly payment will be too high. Ежемесячный платеж будет слишком высоким. We won't have any money for other things? И у нас не будет денег для других дел, для других вещей? No, we won't have money for gas or food. Нет, у нас не хватит денег даже на топливо и на еду. We'll be eating peanut butter sandwiches? И мы будем кушать сэндвичи с арахисовым маслом? Without the peanut butter. Даже без арахисового масла. That's no good. Как плохо. We have to find a cheaper house. Нам придется найти дом подешевле. Of course, we can't live without gas or peanut butter. Конечно, ведь нельзя жить без топлива и без арахисового масла. Ну что ж, друзья мои, очень часто бывает такая ситуация, что хочется купить себе какую-то безумно дорогую вещь, и думаешь, ой, возьму кредит, и все получится. Но потом начинаешь считать, и понимаешь, господи, зачем я буду себя загонять в такую яму. Ну, вот наши дикторы сегодня, наши участники диалога также это поняли. То есть, хочется крутой дом, там, с бассейном, я не знаю, с угодьями, где можно охотиться, да? Но ты понимаешь, ты никогда в жизни не оплатишь этот дом. Только если перестанешь кушать и перестанешь потреблять все остальное. Итак, we can't afford this house. Мы не можем позволить себе этот дом. Afford – это глагол, который передает значение позволять себе что-либо. Какую-то, например, покупку или какую-то дорогую вещь. We can't afford this. Мы не можем себе этого позволить. We can't afford this house. Мы не можем позволить себе этот дом. Имеется в виду, позволить себе его купить или содержать. Это выше нашего уровня расходов. We can't afford it. Are you sure? Ты уверен? Ты уверена? Это выражение можно использовать как по отношению к мужчинам, так и к женщинам. В английском языке разницы вообще никакой нет. В русском языке вариант перевода меняется. Но так как начинал у нас диалог мужчина, A, Alex, например, да, то мы будем переводить фразу Are you sure? как Ты уверен? We will be house rich, but cash poor. Мне кажется, самая сложная фраза во всем диалоге. Дословно она переводится так. Мы будем домом богатым, но деньгами бедными. Как это понять? Значит, смотрите. We will be вот в этой части rich, а в этой части poor. И части мы указываем в виде существительных. We will be house rich. То есть мы будем богатые в плане дома, but cash poor, но бедные в плане налички. Cash это наличные деньги, да? И я думаю, что можно переводить фразу так. У нас будет богатый дом, у нас будет шикарный дом, но у нас будут пустые карманы. Пустые карманы здесь я использую как в переносном значении, да? Также и в английском языке фраза, видите, построена именно так. We will be что-то там rich, but что-то там poor. То есть вот в первом плане мы будем богатыми, а во втором плане мы будем бедными. То есть у нас этого не будет. We will be house rich, but cash poor. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Our monthly payment will be too high. Наш ежемесячный платеж будет слишком высоким. Monthly – это ежемесячный, то, что вы делаете каждый месяц. Payment – платеж, payments – соответственно, платежи, множенное число. Our monthly payments – наши ежемесячные платежи will be будут too high – слишком высокими. High – соответственно, высокие. We won't have any money for other things. И у нас не будет никаких денег для других вещей. Смотрите, фраза построена как утверждение, но в конце стоит знак вопроса. Мы помним, что мы можем так делать в разговорной речи, и, соответственно, мы можем просто интонацией, в конце приподнять интонацию, и сделать наше утверждение вопросом. Вот послушайте разницу. Сначала я прочитаю это предложение как утверждение, а потом прочитаю как вопрос. We won't have any money for other things. We won't have any money for other things. Чувствуете разницу? Интонация изменилась, и мы воспринимаем фразу совсем по-другому. We won't have any money – у нас не будет на это денег. Никаких денег. Any – никаких. For other things – для других вещей. No, we won't have money for gas or food. Нет, у нас не будет денег и на топливо, и на еду. We won't have money – не будет денег. Да, на что? For gas – на топливо. Gas – это топливо, бензин, gasoline – полное название, но используется, как правило, в короткой форме. Gas. И обратите внимание, что это не газ, вот тот, который у нас в газовой плите. Это совершенно другое слово, поэтому не путайтесь, друзья мои. Ну и food – соответственно, еда. No, we won't have money for gas or food. We'll be eating peanut butter sandwiches. И мы будем кушать только сэндвичи с арахисовым маслом. Опять же, та же ситуация, что и we won't have any money for other things. Мы только интонацией передаем вопрос. Давайте я прочитаю это предложение. Сначала как утверждение, потом как вопрос. We'll be eating peanut butter sandwiches. We'll be eating peanut butter sandwiches. Итак, peanut – это арахис. Butter – масло. Соответственно, peanut butter – это арахисовое масло. Ну и также мы говорим, что сэндвичи какие? Peanut butter sandwiches. То есть, сэндвичи с арахисовым маслом. Мы видим здесь, что у нас есть три отдельных существительных. Первое существительное – peanut, арахис. Butter. Второе существительное – масло. Sandwich. Третье существительное – сэндвич, бутерброд. Вот. И если уж так случилось, друзья, мы, что у вас несколько существительных стоят прям подряд, без разделения, то вы должны понимать, что главным является последнее существительное – сэндвичи. Остальные, те, что стоят перед ним, работают как прилагательное, то есть как его характеристика. То есть, сэндвичи какие? Арахисовые. Ну, здесь у нас, видите, такая как бы двойная цепочка. Арахисовые характеризуют слово butter. Peanut butter. То есть, арахисовое масло. И все это будет характеристика сэндвичей. То есть, сэндвичи какие? С арахисовым маслом. Покрыты арахисовым маслом. Я думаю, что вы знаете, что есть в Америке такой вид масла. Его производят из арахиса. Я как-то пробовала. Мне оно показалось вообще безвкусным. Не знаю, друзья, может, я какое-то не то масло ела, но вроде как американцы его довольно-таки часто употребляют. Кто ел, поделитесь своими впечатлениями. Лично мне не понравилось. Итак. We'll be eating peanut butter sandwiches without the peanut butter. Но без арахисового масла. То есть, мы будем такие бедные, что у нас даже на это арахисовое масло, которое, в принципе, достаточно дешевое, даже на него не хватит денег. Without, соответственно, без чего-либо. That's no good. Это плохо. Как плохо. То есть, такая фраза может переводиться абсолютно по-разному. Вот здесь я ее перевела даже. Так дело не пойдет. Но более близкий перевод это. Это плохо. That's no good. Ситуация плохая. We have to find a cheaper house. Нам придется найти более дешевый дом. Have to. Вынужденный придется. Да, модальная связка. We have to find. Нам придется искать a cheaper house, более дешевый дом. Of course. We can't live without gas or peanut butter. Конечно, ведь нельзя же жить без топлива и без арахисового масла. Ну, это такая в конце шутка. Итак, все, мы с вами разобрали диалог. Давайте посмотрим на новые слова. Мы будем их смотреть вот на этом слайде. Слайде с переводом. Эффорд позволить себе что-либо. We can't afford this house. Payment – платеж. Our monthly payments will be too high. Monthly payments. Да, наша связка. Ну и, соответственно, high – высокий. Газ, топливо или бензин. We won't even have money for gas and food. Peanut butter – арахисовое масло. We'll be eating only peanut butter sandwiches. И фраза that's no good – это плохо. That's no good. Вот она здесь есть. Теперь, друзья мои, давайте мы с вами прочитаем этот диалог по ролям. Я буду человеком A, Алексом. Вы будете человеком B, Барбарой. Let's do it. Ваша задача – читать вслух, не стесняясь. We can't afford this house. We will be house rich, but cash poor. Our monthly payments will be too high. No, we won't have money for gas or food. Without peanut butter. We have to find a cheaper house. Отлично. Теперь мы с вами меняемся ролями. Теперь вы будете Алексом, а я буду Барбарой. Начинайте, пожалуйста. Are you sure? What do you mean? We won't have any money for other things? We'll be eating peanut butter sandwiches? That's no good. Of course. We can't live without gas or peanut butter. Отлично, друзья мои. Ну и, собственно говоря, ваше домашнее задание. После того, как вы прослушаете диалог, который для вас прочитает диктор еще несколько раз, поработайте, пожалуйста, с переводом. Ваша задача – сделать перевод на английский максимально быстро. Я рекомендую фразу, вот эту третью, иначе мы будем в роскошном доме, но с пустыми карманами, просто выучить, потому что дословно она не переводится. Все остальное, я думаю, можно переводить с лету. Ну и, конечно, подучите новые слова. Я думаю, что на этом мы с вами можем заканчивать наш сегодняшний урок. Не забудьте нажать лайк, если урок вам понравился. Оставьте свои комментарии. И помните, что я буду продолжать данный плейлист. Меня спрашивают, будут ли новые уроки. Да, новые уроки будут. Я их буду постепенно выпускать. Только, конечно, мне нужна ваша поддержка, ваши просмотры, ваша обратная связь. Занятие для вас провела Елена Викторовна, канал OK English Elementary. До скорой встречи в новых уроках. Bye-bye. We can't afford this house. Are you sure? We will be house rich, but cash poor. What do you mean? Our monthly payments will be too high. We won't have any money for other things? No, we won't have money for gas or food. We'll be eating peanut butter sandwiches? Without the peanut butter. That's no good. We have to find a cheaper house. Of course, we can't live without gas or peanut butter.